75 молодых, подтянутых и целеустремленных спортсменов, принимавших участие в данном единоборстве, съехались померяться с силой, выдержкой и техникой из разных уголков молодой республики. Луганска, Лутугина, Красного Луча, Стаханова, Краснодона, Антрацита, Ровеньков, а также поселков городского типа Кленовы, Ясиновка и Звезда. Луганска, 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 Луна, Антрациту. На торжественном открытии турнира присутствовали представители Краснолучской администрации, ветераны спорта и члены Федерации бокса ЛНР. Организаторы с уважением и признательностью вспоминали Виктора Павловича Зверева не только за его блестящие достижения в спорте. Для многих из них чемпион Европы был мудрым учителем и верным другом. История бокса в Красном Луче уже перешагнула 80-летний юбилей. Золотыми губами в эту страницу вписаны имена наших прославленных спортсменов, наших боксеров. Среди них Виктор Павлович Зверев, имя которого носит сегодняшний наш турнир. От имени администрации, от имени всех жителей города желаю вам побед, уважаемые наши спортсмены. Желаю вам честных поединков и чистого долга. Желаю зрителям красивого и очень приятного просмотра нашего турнира. От имени управления образованием администрации города Красного Лучуковской Народной Республики мы рады приветствовать всех на нашей человеческой земле. Огромную благодарность выражает организаторам турнира за то, что штица поет в нашего великого земляка. Огромная благодарность тренеров-преподавателям, которые своим собственным трудом воспитывают вас, ребята, мужественность и стойкость. Огромную благодарность выражает родителям-воспитанникам, которые вместе со своими детьми переживают, радуются взлетам и переживают неудачи. Дорогие ребята, вам огромная благодарность за то, что вы прославляете своим трудом, своими победами такой великий вид спорта, как Босс. Всем желаю огромных успехов, удачи и мира на нашей земле. Сегодня мы не забываем нашего друга, мы были с Игорем Павловичем вместе с Городом Северного Союза, встречались на всех больших соревнованиях, всесоюзного масштаба, на чемпионатах СССР, на турнирах. То есть, как-то эта жизнь у нас была рядом. К сожалению, сегодня Виктора Павловича с нами нет. Но меня радует то, что коллектив Генерации бокса Красного Ульча, тренский коллектив, что они уважают память Виктора Павловича, и что труды, которые они вкладывают в организацию турнира, подготовку ребят, они не проходят даром. Мы видим, что у нас есть хорошие мальчики в Красном Ульче, я думаю, которые достойны зрения сборной команды великих мастеров. Хотелось бы в минутное молча время почтить память Виктора Павловича. Многим из участвующих в турнире молодым боксерам столкнуться в отчаянном поединке с соперником пришлось не впервые. Ребята продемонстрировали слаженную технику, мастерство, выносливость и смелость. Выполняя четкие указания тренеров-наставников, юные спортсмены добивались заветной победы. Наш земляк, молодой и перспективный боксер Виктор Ганган, добившийся уже немалых высот в этом виде спорта, признается, что любовь к боксу ему привил отец. Занимаюсь боксом пять лет. Я пришел на этот вид спорта, потому что раньше занимался мой отец. Я решил тоже попробовать заниматься. И пришел в первые соревнования, выиграл, хорошо очень. И дальше пошло мне сам. Какие у тебя уже достижения успеть? Ну, поучаствовал в соревнованиях в Российской Федерации много раз. Первенство ЛНР выиграл тоже несколько раз. По итогам первенства победителями турнира стала сборная Красного Луча. На втором месте оказались спортсмены из Таханово, а бронзу завоевали боксеры из Луганска. Специальный приз от Генеральной прокуратуры ЛНР за волю к победе одержал Александр Васюков из города Красный Луч. Приз от Федерации бокса ЛНР за лучшую технику завоевал Станислав Ходенков из города Краснодон. Организаторы мероприятия убеждены, что популяризация бокса в ЛНР прививает любовь к спорту и способствует развитию, воспитывает в молодом поколении чувство справедливости. Ожидаем, чтобы дети повысили свой спортивный уровень, научились защищаться, в первую очередь не обижали старших. Ну и естественно научились как бы быть волевыми, мужественными, защищать свою семью, ну и как бы близких, край свой, ну и в таком плане. Ожидаем от них повышения моральных качеств. Любой вид спорта, начиная от шахтан и спортивного ориентирования, он полезен. А бокс относится к единоборству. То есть здесь мужской характер в первую очередь. Для того, чтобы быть в ринг, нужно быть сильным духом. А дальше уже, ну бокс я считаю вообще-то искусством. Понимаете, вот такие мастера, вот Виктора Павловича Зриеля, посмотрите, как он боксировал. Он был очень техничным боксером, понимаете. И тактически правильно бои строят. Ну и ребята, для того, чтобы достичь уровня, ну так сказать, когда уже они будут считаться боксером. Это, конечно, кандидат в мастера спортсменов. Конечно, приходится очень много. Физическая подготовка, специальная физическая подготовка. Техническая, техническая, то есть факторов очень много. Здесь боксер и спортсмен развиваются всесторонние. Вот, поэтому мне это очень импонирует. Ну и, конечно, много значит то, что это мужской дискот. Это судя по тому, как наши ребята выступают в Российской Федерации. Вот, мы, к сожалению, не привозим первые места и золотые медали с официальных первенств. Потому что, ну, пока вот статус у нас такой. Но мы можем сравнивать по уровню подготовки наших ребят, которые боксируют с россиянами, с мальчиками, которые входят в сборные команды России, в сборные команды федеральных округов. И наши мальчики не уступают, во многих даже выигрывают. Турнир проходил при активной поддержке Краснолучской администрации под патронатом Федерации бокса ЛНР и Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики, а также Краснолучской Федерации бокса.